всем привет всем привет настал тот день когда мы едем дальше менять гипс уже хочу она не хочет она боится я тебе уже объясняла что ничего там страшного смотрите рука у нее вот таком положении а должна быть ровной то есть будут делать так чтобы она была ровной ну не хочу хочешь но молчишь переживает очень сильно я говорю нечего переживать но правильно ну согласитесь все равно но уже там все хорошо ты зато свою руку видишь даже не хочу все поехали с нами сейчас стоим ждем уже автобус наш короче не помню на каком мы ехали я знаю 25 туда идет а мы по моему ехали на двадцатке даже ну что же мы уже приехали идем уже к пункту назначения но не знаю даша никак не может переборать перебороть свой страх она волнуется прям вообще я никакие угара уговаривания мои эти и просто не успокаивает очень переживает что тебе так этот гипс нравится не хочет им прощаться сейчас тебе другой сделает все будет хорошо я объясняю что ничего страшного нет все уже как бы позади самое самое то что было хуже уже позади она все равно переживает и проходим такой парк типа прохладненько а так ребята тоже орал просто ужасная невинность невыносимо просто выходишь с утра дома уже жарко хотя обещали что будет понижение температуры все пошла даша на гипс я ее здесь жду теперь будет гипс сказали до локтя то есть не выше уже что у него так фиксировалась очень большой а уже до локтя уже будет больше свободной руки она прям такую панику впала сильно начала переживать но не плакала по концу я не слышала криков переживает я переживаю если честно спросила у врача как вообще ну что другая косточка чуть с выступом говорит ничего страшного говорит она все разработается все будет хорошо волнулись знаю что уже ничего такого нового я не знаю плачет даша или нет но слышу что так она довольно даже громко разговаривает когда она разговаривает она немного ну знаете как бы успокаивается или когда с ней разговаривает я не знаю я просто поражаюсь когда она вот это сломала руку она не плакала наверное от шока не плакала я не знаю а вот сейчас она просто в панике я уже не знаю я уже там все обещаю там то что все обещаю я говорю дашенька давай там пожалуйста ну не переживай там я там тебе что-то куплю ну знаете как детей вот этот она говорит мама мне ничего не надо такая знаете такие взрослые ответ почему меня туда не пускай ну шо даша зря волновалась смотри какой он тебя теперь красивый тебе уже немножко видно руку да что даже можешь ровно и оставить выравнивать муж она она это что-то все синие что-то ладно сейчас на улице рассмотрим не больно было холодно зря ты волновалась на держи я сейчас пойду заплачу держи сейчас мы уже выходим из больницы смотрите какая счастливая скажите машет руками во все стороны даже сильно махать не нежелательно ну в общем что нам сказал врач сказал врач что повязку до сыпи создашь и что повязку мы уже можем не одевать руку мы можем держать ровно все нормально про все батуты забыть даш но ты взрослая ты должна ну как бы относительно взрослая ты должна повнимать что тебе можно в данный момент что тебе нельзя потом что еще ровно 27 числа это будет суббота прийти уже на снятие гипса я спросила у доктора про вот это что вторая кость не так ну как бы чуть есть выступ он сказал ничего страшного это все пройдет она ну типа разработается и все будет хорошо не будет этого выступа но как бы все должно быть хорошо покажи мне свой гипс ближе видите такое теперь он маленький здесь ручечка отвыкла такое видно здесь темная здесь светлая загар она переверну ты нормально же ровно можешь держать боже ребята честно я же боюсь дотрагиваться а ну стой там видите прям туда заглянуть можно чуть-чуть не дам заглядать а здесь как пальцы не сильно он ниже не зажатый смотрите и тут есть уж такая белая рука вот здесь ну что даже едем теперь домой зайдем на рынок купим помидорки красная штучка какая то что мы разрисовывали смысле гипс а что да красная там что-то ты видела свою руку ой а что ж там какая там там типа синяк еще до сих пор да где покажи да красное такое это даже кость вылезло поэтому там там такое есть ну все погнали дашь как она это все там происходит происходит когда гипс накладывают потом но вот это ветер продувает и хорошо да даже ветер продувал прикольно встретили мы сонечку сонечке привет помаши скажи всем привет ну давай конечно спасибо все пока-пока ну и что же мы купили колбаски всего будем ехать и докупить помидорчиков купим еще помидорки из дома тетя лена лена тоже где-то на рынок идет она приехала она там посылку что забирала не знаю и ждем короче лена мы договорились с ней встретиться сейчас хочу померить еще одну футбол яночка это футболка или сарафан прям наверх этого ну да давай футболка ну хорошо наверх надела непонятно Оно, наверное, лёгенькое. Я думаю, что оно лёгенькое должно быть, судя по материалу. Смотри, есть такое мяу, есть он жёлтенькое такое. Да не, розовое мяу лучше, конечно, прикольно. Неудобно мерять одежду так, конечно, но зато уже новый гипс, уже ровный гипс. Уже скоро это всё закончится, ой, оно огромное. Оно большое на неё, это что? Вот здесь. Вообще большое. А поменьше нет у вас? Увидела я на рынке вот такой вот рюкзак. Мне очень он понравился, потому как он большой и вместительный. Видите? Как раз буду ехать маме. Действительно, сюда много чего поместится. Как раз сейчас положу сюда часть своих покупок. Видите? Вот так выглядит моя мама. Всё, пойдём. Хорошо. До нас уже тетя Лена ждёт. Ну, короче, мы где-то посеяли кепку Дашину. И теперь всё-таки решили взять ещё одну. Она недорогая. Такая вот она прикольная. Она дышит. Вообще классно. Мне нравится. Нравится тебе, Даша? В зеркало на себя посмотрела. Фу, ребята, я такие в сумки тяну. У меня аж... Аж вообще. То, что мозг плавится. Да, идём. Потроливали. Там сейчас нас будет ждать Лена. Фу. Жара ужасная. Фу, ребята, приехали мы уже домой. Вы знаете, по ходу будет дождь. Честно. Вот завтра собираюсь ехать. Тётя Алла говорит, наверное, Надяев, завтра будет дождь. И снижение температуры до 20-25 градусов. Короче. Не знаю, насколько это будет правда. Действительно ли будет легче. Фух. Немного я скупилась в село. К маме буду ехать. Сейчас покажу, что я купила. Огурцы у мамы есть уже. Поэтому я их не брала. Вот такие вот помидорчики взяла. Взяла жёлтые, розовенькие. Вот чай это я взяла домой. Прям три пачки. Потому, как у нас почти нету. Взяла халву. Ну, это дома, наверное, оставлю. А может Васильевичу половина отвезу. Взяла немного колбасы. Этой дома оставить, и маме повезти. Что я ещё купила. И купила я, короче, корм для бенуси. Хотя мы варим ему кушать, мы не даём вот такое вот. Ну это так, для разнообразия. Зущенку взяла, Даша. К чаю витаминки ею. Он сидит, что там живёт. А больше всего, ребята, мне очень нравится рюкзак. Честно, вам хочу сказать, он выглядит вообще шикарно. Он очень сильно вместительный, большой. Я на рынке так мельком вам показала. Раз, два, три отделения по бокам. Отведите тоже. Кармашки, можно бутылочку с водой поставить. Мне очень нравится. Ну, дороговат для меня, как он дороговат. Честно, так жалко было денег. Ну, как бы, знаете, если не располагаешь там на что-то, то начинаешь думать, стоило ли брать или не стоило ли. Но я давно о нем мечтала, я хотела его. Потому что езжу к маме, езжу я тут не так близок путь ехать. Поэтому, думаю, я все-таки возьму. Так что не жалеешь, что я его взяла, в принципе. Ну, так. Фух, все, идем переодеваться. И что, Даша, будем делать? Краситься. Будем, наверное, красить Даши волосы. А еще, ребята, ну, я не знаю. Ну, я лох. Просто печальный лузер. Понимаете? Короче, думала, что это шампунь. А это, ребята, не шампунь. Это бальзам-ополаскиватель. Теперь выяснилось, что у меня еще нету шампуня. Ну, как-то вот так вот. Ну, а о том, как мы будем красить волосы, что мы будем делать, смотрите нас в следующем влоге. А завтра я буду ехать к маме. Всегда мама говорит, Надь, ты приезжаешь, начинается дождь. Фух, честно, ребята, устала. Устала так, что, ну, его в бане. От этой жары у меня просто мозги расплавляются конкретно. Все, я вас всех люблю. До новых встреч. Пока-пока. Продолжение следует...